Здравствуйте! В студии Анна Смирнова. Вы смотрите информационную программу «День» и в ближайшие минуты в эфире новости. Коротко о главных темах выпуска. Мытищи гордятся! День памяти и скорби объединил жителей во всех уголках округа. Нам надо детям передавать то, что мы знаем, то, что нам в свое время передали наши отцы, деды, прадеды. Бескровная хирургия. В Мытищинскую больницу завезли новое оборудование. Артероскопическая стойка поможет медикам проводить малоинвазивные операции. Мы этого давно ждали. Это очень хорошее оборудование. Надеюсь, оно послужит нам долго. Кофейные санкции. Работа фабрики по обжарке зерен в микрорайоне Пироговский остановлена. Они чувствовали какой-то запах гари. То есть пошел именно с Пирогова о том, что есть запах. День двора шагает по мытищам. Жители микрорайона «Строители» отметили праздник Добрососедства. Я вам всем хочу пожелать в этот сегодня праздничный, такой солнечный день хорошего настроения, здоровья. Мытищинский форсаж. Чем запомнилось первенство Москвы и Московской области по автокроссу в деревне Бородино? Больше 20 городов представлено. Это очень здорово для региональной гонки. А теперь подробнее. День памяти и скорби отметили в каждом уголке России накануне. Наш округ не стал исключением. На рассвете у Вечного огня прошла акция «Свеча памяти». Кроме того, патриотические мероприятия объединили жителей на сельских территориях. Горожане от мала до велика почтили память героев Великой Отечественной войны «Минутой молчания» и возложили цветы к мемориалам. Обзорный репортаж Светланы Покровской. Через века, через года помните о тех, кто уже не придет никогда. Помните, не плачьте. 22 июня. 4 часа утра. Дата, которая навсегда впечатана в историю нашего Отечества, как одна из самых страшных. Именно в это время, 83 года назад, германские войска напали на Советский Союз. В тот день привычная мирная жизнь оборвалась в мгновение ока для миллионов людей. Тогда никто из них и представить не мог, что борьба за мир продлится 1418 дней. Всенародное горе, оно по-прежнему отзывается в каждом из нас спустя десятки лет. На рассвете люди во всех уголках страны зажигают свечи в память о тех, чью жизнь унесла война. В мытищах горожане собираются у вечного огня. «Наши деды сделали все, чтобы победить в этой войне. И несмотря на те трудности, мы с честью преодолели, и наша страна победила. И сегодня внуки тех солдат также плечом к плечу мужественно защищают интересы нашей страны». Горят свечи, минута молчания. Пронзительный стук метронома в утренней тишине. Мытищенцы склонили голову в память о тех, кто боролся до последней пули, кто не вернулся с полей сражения. Простые горожане, школьники, студенты, ветераны, представители администрации и депутатского корпуса возложили цветы к вечному огню. Прозвучали слова, наполненные гордостью и благодарностью за мирное небо над головой. «Именно их борьба позволила победить тот нацизм, который развивался в Западной Европе. В этом море погибших есть и капля наших мытищенцев, более 25 тысяч не пришедших с полей сражений». Кровопролитная война унесла жизни миллионов наших соотечественников. Почтить их память мытищенцы собрались и в поселке Пироговский. Митинг прошел обелиска «Воин-освободитель». Развитие патриотизма у молодого поколения – приоритетная задача подобных мероприятий. «Нам надо детям передавать то, что мы знаем, то, что нам в свое время передали наши отцы, деды, прадеды. Пока существует вот эта преемственность поколений, Россия будет жить». Дети войны навсегда сохранили в памяти послевоенное время. Галина Ивановская хорошо помнит, как помогала родителям выжить в условиях дефицита. Трудности научили ее быть сильной и самостоятельной. «Очень трудное было детство. Был голод. Мы с детства начинали работать, поэтому, наверное, как бы быстро взрослели от того, что мы начали рано помогать». Отдать дань уважения и благодарности пришли и жители деревни Болтино. Сельчане от мала до велика собрались у мемориала, чтобы выразить свою признательность тем, кто ценой своей жизни отстоял их свободу. «Здесь на стеле перечислены фамилии жителей деревни Болтино. Тех, кто в годы Великой Отечественной войны трагически погиб на поле боя, пропал без вести или умер от ран в госпитале». Для местных жителей это место – часть личной семейной истории, наполненной одновременно болью и гордостью. К подножию обелиска возложили цветы. «Я помню в наши школьные годы, когда ветераны еще были молодые, они постоянно приходили к нам в школу, рассказывали о войне, рассказывали о подвигах советских воинов. Сейчас это немножко сложнее. Но патриотизм в нашей стране есть, он развивается». День памяти и скорби отметили в каждом уголке нашего округа. Звучали истории ветеранов, рассказы о героических подвигах. Все это вдохновляет молодежь, взращивает уважение к прошлому и беззаветную любовь к родине. Светлана Покровская, Константин Бондаренко, Вадим Воробьев. Первый мы Тищенский. Песни о войне и о родине прозвучали в Центре культуры Подмосковья. Там проходит финал межрегионального конкурса авторов и исполнителей патриотической песни. Это один из самых масштабных проектов, который реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. После объявления лауреатов и победителей конкурса будет издан альбом лучших песен. «Донбасс» – песни с передовой. Таково официальное название конкурса. И кажется, оно без слов объясняет и смысл, и содержание настоящего народного порыва. Ведь акция планировалась только в трех областях – Луганской, Донецкой и Московской. Но поток желающих участвовать охватил всю страну. Пришли к тому, что у нас сейчас 1500 участников со всех регионов страны. И особая номинация – это песни с передовой. Буквально в самом начале проекта, прямо с передовой, прислали ребята записи. Финал планировался провести в Донецке. Но, к сожалению, сейчас ситуация не позволяет провести полномасштабный большой проект. Песни военной поры особые. В них нет красивостей и беззаботного изящества. Может, даже и не так складен стих. Но угадывается сопричастность к суровому бытию фронта. Исполнители – участники спецоперации. Алексей Булгаков, Иван Пешиханов – ветеран боевых действий. А также Игорь Мартынов. Командование части откомандировало его на финал конкурса прямо с боевых позиций. И все они знают, что такое огонь войны. И какие песни поют там, на передовой. Что за тебя ста кратно на день. Что за тебя ста кратно на день. Победители всех номинаций будут названы 25 июня. Сергей Берзин, Денис Корнев, Первый Матичинский. Далее о здравоохранении. Современная ортроскопическая стойка поступила в операционный блок Матичинской областной клинической больницы. Это оборудование позволяет проводить все виды операций на суставах через микроразрезы. Специальное устройство было закуплено по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Реализация инициативы стала возможной благодаря нацпроекту здравоохранения. Все подробности у моих коллег. У врачей травматологического отделения нет сомнений. Операция по удалению мениска завершится успешно. Это уже шестая процедура с использованием нового оборудования. Современная ортроскопическая стойка поступила в Матичинскую областную клиническую больницу на днях. И радости медиков нет предела. Специальное устройство значительно облегчает их труд. Мы этого давно ждали. Это очень хорошее оборудование. Надеюсь, оно послужит нам долго и позволит нам делать много-много малоинвазивных, хороших операций. Благодаря ортроскопии можно диагностировать и лечить заболевания суставов. Главное достоинство оборудования – возможность проведения бескровных операций. Врачи делают микроразрез, куда вводится небольшая трубка с линзой для просмотра повреждения. Она может быть разных размеров. Всё зависит от травмированной зоны. Самое потрясающее – 75 градусов. Скос 75. А давайте телефон не надо. Вы бы просили на хороший телефон. Скос 30 градусов. У меня же хороший телефон, я помню. Чтоб можно было заходить и смотреть. Модули в ортроскопической стойке размещены таким образом, чтобы обеспечить максимальное удобство и компактность в работе. А качественная оптика гарантирует высокую точность. Немаловажно, что современное устройство позволяет сохранять данные о проведённой операции для последующего анализа. И самое большое достоинство в том числе, что есть видеосохраняющие устройства. Можно все операции записать, сохранить. Одновременно потом проанализировать в любом случае при каких-то вопросах. Теперь реабилитация пациента займёт меньше времени. Достаточно нескольких дней, и человек твёрдо встаёт на ноги. Пребывание пациента в зависимости от сложности операции – от 1 до 3 дней, не более. А реабилитация достаточно быстрая – 10-12 дней. Помимо артроскопической стойки, в детском отделении больницы теперь есть и два аппарата С-Дуга. Благодаря им можно проводить одновременно сразу несколько сложных операций. С двумя С-Дугами у нас запустилась наконец-то детская операционная. То есть они начали оперировать травму детскую. Также С-Дуга у нас используется урологами. Урологи делают перкутанные нефростомии. То есть все манипуляции практически проходят бескровно через кожу. Пополнение Мытищинской больницы новым высокотехнологичным оборудованием не может не радовать. Открываются большие возможности в повышении качества лечения распространённых заболеваний. Лала Керимова, Первый Мытищинский. Другим новостям. Три памятника и заводской мемориал предприятия «Метровагонмаш» перенесут до конца года на благоустроенную территорию. В рамках масштабной реконструкции исторические объекты планируется отреставрировать. Проект работ был рассмотрен на совместном совещании руководства компаний Мытищинских депутатов и общественников. Все подробности у Сергея Берзина. «Метровагонмаш» – завод, имеющий грандиозную историю. Об этом столько сказано и написано, что всего охватить невозможно. В год 127-летия на предприятии проводится полномасштабная реконструкция. Какие-то территории отойдут другим владельцам, а от каких-то строений придется отказаться. Важно не потерять свидетельства, запечатленные в камне или металле. Историческая композиция, которая была перед входом в завод, симфонизирующая Великую Отечественную войну, те объекты, которые находятся внутри. История завода – это история города и его жителей. Самоходная артиллерийская установка САУ-76 сыграла огромную роль в сражениях первого периода войны и особенно на Курской дуге. Машин такого класса до нее просто не было. Долгие годы она стояла на постаменте у проходной. Теперь ее локация меняется. САУ-76 у нас будет перенесен на въездную зону и расположен рядом с Шилкой. Там будет наша главная проходная метровагонмаша со стороны Ярославского шоссе. Всего планируется перенести три памятника. САУ-76, Владимиру Ильичу Ленину и парящий вагон. Своё местоположение изменит и мемориал, установленный в честь заводчан, участников Великой Отечественной войны. Помимо реконструкции площадок у нас будут построены новые аллеи. И именно туда будут перенесены большинство наших памятников. Это именно и аллея славы. Подняли вопрос и о научной работе музея завода. Там собрано много информации о выдающихся людях, память о которых можно отметить установкой мемориальных досок. Это моменты нашей истории. И бережное отношение к нашей истории, к доскам. Вот действительно, на самом деле мало кто знает, что Блюхер когда-то работал на заводе. А что не говорит, один из первых маршалов Советского Союза. Возглавляли завод в разные годы люди, внесшие огромный вклад в развитие машиностроения страны. О них должны знать, особенно молодые поколения. Просьба будет, чтобы сохранить вот этот музей, потому что музей действительно это очень значимая вещь. И мы как раз, вот когда у вас все устаканится, будем у вас просить на разрешение, чтобы мы смогли организовать экскурсию от нашей комиссии по культуре, для того, чтобы уже вот осветить в полной мере все, что видели. Спасибо. Музей тоже переедет в новое помещение. Участники встречи договорились, что продолжат сотрудничество в рамках экскурсионного посещения завода, где гостей будут знакомить с историей предприятия и производством современного подвижного состава. Сергей Берзин, Вадим Воробьев, Первый, Мытищинский. Продолжаем выпуск. Предприятие по обжарке кофейных зерен приостановило работу в микрорайоне Пироговский. Напомним, деятельность фабрики беспокоила горожан последние пару месяцев. Мытищинцы страдали от запаха гари, в жаркую погоду ситуация усугублялась. Производство решено перенести подальше от многоэтажек. Сейчас на новой площадке идет монтаж оборудования. Условия возобновления кофейного дела обсудили на недавней встрече с жителями. В центре микрорайона Пироговский расположена улица с символичным названием «Фабричная». Некоторое время здесь, на местной промзоне, работала фабрика по обжарке кофейных зерен. Жители неоднократно обращались в администрацию с жалобами на удушающий запах гари. Несколько раз люди жаловались на запах обжарки именно вот здесь, на личном проезде. Из-за стойкого запаха пироговцы страдают от мигрени и астмы. Беспокойство выражают и жители соседних деревень. От Каргашино до Свиноедова. Они вот чувствовали какой-то запах гари, да. То есть как бы пошел именно с Пирогова о том, что как бы есть запах. Работа старого корпуса кофейного производства приостановлена. Оборудование готовится к переезду на новую площадку. Теперь дело за малым. Обустроить цех в другой части промзоны, вдали от многоэтажа. День недели назад мы уже на этом месте уже встречались с жителями. Где были договоренности о том, что производство отключается от электросети, демонтирует оборудование и начинает монтаж новой производственной площадки уже с фильтрами, с новым оборудованием. Переезд предприятия. Процесс небыстрый. Тем не менее, начало положено. Когда деятельность фабрики по обжарке кофейных зерен возобновится на новом месте, будет проведена экспертиза. Специалисты измерят концентрацию загрязняющих веществ в воздухе. А исчезнет ли неприятный запах, покажет время. Евгений Ощепков, Первый Матищинский. Традиционный праздник День Двора состоялся в микрорайоне «Строитель». Жители домов 24 и 24А на улице 2-й Институтской знакомились, обсуждали вопросы благоустройства и веселились. В программы мероприятия вошли конкурсы, мастер-классы и хореографические номера. Репортаж Евгения Ощепкова. День Двора – уже старый добрый матищинский обычай. Праздник Добрососедства объединяет людей самых разных возрастов, профессий и увлечений. В этот раз мероприятие организовали для жителей домов 24 и 24А на улице 2-й Институтской. Дорогие жители 300-го микрорайона, я с большим удовольствием приветствую всех вас в этом замечательном дворе, на нашем традиционном празднике Двора. Я вам всем хочу пожелать в этот сегодня праздничный, такой солнечный день хорошего настроения, здоровья, всеми благополучия и, конечно же, всем нам с вами мирного неба над головой. Организаторы праздника вручили почетно грамоты местным активистам – тем, кто из раз в раз отстаивает интересы жителей и ратует за их комфорт. Их общественные инициативы – весомый вклад в благополучие микрорайона. После официальной части – время музыки и танцев в национальных нарядах. Я зато люблю Ивана, что головушка кудырява. Я зато люблю Ивана, что головушка кудырява. Развлекательная часть праздника запомнится жителям микрорайона «Строитель» надолго. Самые увлеченные участники – юные мытищинцы. Впрочем, старшее поколение тоже старается не отставать. После флешмобов и мастер-классов все выстраиваются паровозиком. Счастливые глаза, говорят, сами за себя. День двора удался на славу. Очень радостно проходит праздник. Хороший звук, веселая музыка, много людей. У нас вообще очень активные дворы, поэтому мы любим собираться, когда устраивают праздники. Приятно, что делают так вот для людей, для малышей, для взрослых. Несмотря на новизну высотного квартала, жители знакомы давно. Люди общаются с семьями и ходят друг к другу в гости. День двора помогает в укреплении приятельских связей. Здесь все соседи в основном новые. Здесь относительно тихо и спокойно. В каждом доме есть свои домовые чаты. Все друг друга знают, вот, глаза в глаза. Мы живем здесь, мы живем все здесь. День двора – не просто мероприятие. Это то, что связывает людей эмоциями и воспоминаниями. В будущем планируется еще немало праздников. Быть может, следующий в вашем микрорайоне. Следите за анонсами на официальных ресурсах городской администрации. Евгений Ощепков, Первый Матищинский. Далее о спорте. Жаркие волейбольные баталии развернулись на золотом песке в парке мира. Трудовые коллективы округа сразились за звание лучших. Это уже 15-й этап спортыкиады среди передовиков производства. В соревнованиях приняли участие 9 команд матищинских предприятий и учреждений. Кто завоевал первое место, расскажет наш корреспондент. Отработав долгие часы в офисах и на предприятиях, матищинские передовики производства переоделись в спортивную форму и приехали на пляжный стадион в парке мира. Состязания по волейболу обещают быть зрелищными. Каждый участник готов выложиться на все 100% ради своей команды. Перед стартом соревнований к спортсменам обратилась заместитель главы Ольга Сидоркина. Хочу вам всем сегодня пожелать хорошего настроения, погода нам благоволит, солнечное, тепло и, конечно же, пусть победит сильнейший. Удачи вам, успехов, конечно же, без травм. По традиции мероприятие открывает гимн России. Дух соперничества и сплоченность – ключевые факторы, определяющие исход матчей. Со звуком свистка судьи разворачивается настоящий спортивный спектакль, наполненный мощными ударами, точными подачами и мастерскими блоками. Сегодня у нас предпоследний этап, 15-й по счету – пляжный волейбол. У нас сегодня заявилось 9 команд, команды смешанные, мужчины и женщины. Обязательно нахождение на площадке у нас двое мужчин и двое женщин. Каждый матч – это новая страница истории, где любая ошибка может стать для участников роковой, а удачный удар – шагом на пути к заветному титулу. Но самое главное – позитивный настрой и вера в победу. Всем ребятам нравится, мы очень рады, что такие соревнования проходят. У нас занимали ребята и первые места, и сейчас наша компания очень хорошо себя показывает. Мы идем на четвертом месте, и мы надеемся, что сегодня мы тоже хорошо покажем. В жаркой конкуренции победили не только сильнейшие, но и самые дружные команды, где каждый – важная часть общего успеха. Мытищинская теплосеть подтвердила свое лидерство и вырвала золото из рук соперников. Демонстрируя высокий уровень подготовки, серебро отвоевала московская пивоваренная компания. А свою заслуженную бронзу получил Мытищинский машиностроительный завод. Светлана Покровская, первый Мытищинский. И в продолжении темы. Чемпионаты первенства Москвы и Московской области по автокроссу состоялось в деревне Бородино. Мероприятие объединило десятки любителей скоростной езды. Показать гоночный профессионализм Мытищи прибыли жители из 20 городов в возрасте от 9 до 70 лет. Продолжит Евгений Ощепков. В самом сердце деревни Бородино при поддержке клуба Галакс проходит чемпионат и первенство Москвы и Московской области по автокроссу. По итогам мероприятия разыгрывается престижный кубок Крамор Мотоспорт. В автогонках участвуют жители самых разных регионов России. В году у нас 12 этапов. Сегодня больше 20 городов представлено. Это очень здорово для региональной гонки. Это Рязани, Ржев, Тверь, Санкт-Петербург, Выборг, Сочи, Краснодар, Курск. Перед началом соревнований машины тщательно проверяются профессиональными механиками. После этого стартует сама гонка. Рев двигателя, искры из-под колес и клубы песка. Зрелище завораживает. Наибольшая опасность подстерегает водителей на поворотах. Риск сойти с дистанции здесь особенно высок. Машина просто уткнулась в грязь и сначала перевернула через перед, а потом через бок. Я ничего не ощущал. Просто пустота в голове. В этой гонке уже все, наверное, вряд ли. Возраст самого старшего участника 70 лет, а младшего всего 9. Среди десятков любителей езды по бездорожью немало детей. Для ребят победа в первенстве Москвы и Московской области – пропуск в мир большого спорта. Я занимаюсь, насколько я помню, 4 года уже. Я начинала сначала с маленького класса, потом перешел уже в более мощный класс. Важно это уметь чувствовать машину, тренироваться, чтобы был опыт. Ключ к победе в автокроссе – это навыки пилотирования. Умелый гонщик отличается тем, что способен учитывать десятки факторов и принимать решения за долю секунды. Пока зрители с замиранием сердца следят за болидами, юные шумахеры показывают высочайший профессионализм. Кто знает, быть может, будущий победитель Формулы-1 начинает свой путь именно на мытищинских дорогах. Евгений Ощепков, Первый мытищинский. На этом у нас все. Это были главные события к началу недели. Далее прогноз погоды. Помните, смотреть наши новости вы можете и в социальных сетях. Удачи и до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Вода не прощает ошибок. Помните об этом. Купайтесь исключительно в разрешенных местах. Ныряйте только со спецплощадок, убедившись в чистоте и безопасности дна. Ни в коем случае не заплывайте за буйки, особенно при сильных волнах и порывистом ветре. Не заходите в воду в нетрезвом виде и избегайте перегрева в воде. Не упускайте из виду детей. Если кто-то из окружающих попал в беду, звоните по номеру Единой службы спасения. Уходя из дома, сообщи, куда и к кому ты идешь. Оставь контактный номер для связи. Ни в коем случае нельзя играть на стройках, заброшенных зданиях и на проезжей части. Не подходи к опасным предметам, тем более не бери их в руки. Будь внимателен и соблюдай эти простые правила безопасности. Субтитры подогнал «Симон» Если инопланетяне существуют, то встретиться хотелось бы лично. Откажись от пластиковой посуды, продли жизнь человечеству. Субтитры подогнал «Симон»